Поделки, которые реально могут уберечь от беды. Активисты ОНФ и сотрудники ГИБДД провели открытый урок для первоклассников 39-й школы. Ребятам напомнили правила дорожного движения и предоставили светоотражающий материал. Из него дети вырезали декоративные элементы для своей одежды и сумок. Акция проходит уже не первый год. Она так и называется – «Дорога в школу». Это открытый урок по созданию светоотражателя для себя, каждому ребенку. То есть по его фантазии, то есть что он хочет, то он и сделает. То есть это может быть где-то сердечко, это может быть у кого-то фантазия сделать, квадратик какой-то и так далее. То есть это как раз именно на снижение аварийности на дорогах города Иваново, Ивановской области. Сердечки, кораблики или просто прямоугольники. На куртку или на портфель можно прикрепить лентой либо пришить. Осенью в одежде каждого ребенка обязательно должны быть светоотражающие элементы. На настоящий момент в Иванове зарегистрировано 100 ДТП в темное время суток с участием пешеходов. За 8 месяцев этого года в городе Иваново было зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых 35 детей получили травмы тела. Несмотря на снижение количества ДТП по сравнению с прошлым годом на 28%, увеличилось количество наездов на детей на пешеходных переходах. Так зарегистрировано 18 ДТП с участием детей пешеходов, из них 9 в зонах пешеходных переходов, что выше прошлогоднего показателя на 125%. Обозначить и детей взрослых светоотражателями в темное время суток очень важно. Осенью световой день сокращается, водителю непросто рассмотреть пешехода. Подобные подделки активисты ОНФ намерены смастерить со всеми первоклассниками Иваново. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.